Друзья, это Афонда во днём, и если вы заметили, с некоторых пор мы практикуем такое бесконтактное общение с нашими гостями, пользуемся мессенджерами. Ну вот, Андрей Гурбань, директор парка флоры и фауны Роев Ручей, пришёл к нам в гости, что называется, вот таким образом, но заметьте, соблюдает все правила режима самоизоляции. Очаровательная маска с надписью Роев Ручей. Добрый день, Андрей Вениаминович. Добрый день. Порадовались мы, но в хорошем смысле, как-то вот кадром из парка Роев Ручей, где приматы, скучая без посетителей, развлекаются вот за просмотром мультипликационных программ. Это, конечно, здорово в том смысле, что вселяет надежду, поскольку красноярцам явно не хватает вот этих увеселительных и познавательных походов в Роев Ручей. При этом осознавать, что и питомцы также скучают без посетителей, поскольку за многолетнюю историю парка мы как-то так привыкли к друг другу, ходим друг к другу в гости, получаем позитивные эмоции. Но из-за того, что, в общем, сейчас такая ситуация, этого удовольствия мы лишены. Поэтому, в первую очередь, хотим спросить, как они там, как они там, в общем, наши любимцы, вот некоторые просто вот всегда вот приходят в парк и сразу идут к каким-то любимым клеткам, потому что, ну вот, или медведи это, или вот уже приматы вышеупомянутые. Как, в общем, там звери себя чувствуют? Абсолютно правильно. Их мир изменился. И изменился достаточно тревожно для них. И есть полное непонимание во взгляде, а где все. И такой где-то иногда даже такой взглядец еще, а если эти пропадут, то тогда что? Вот. И они сильно тревожатся. Особенно это, конечно, сказывается у приматов, особенно это сказывается у медведей. Ну, действительно, таких у разумных животных, которым необходимо общение. Ну, собственно, мы стараемся не давать им расслабиться, соскучиться. Усилены очень серьезные работы по тренингу животных, усилены работы по обогащению среды обитания. Мы думаем всякие там абсолютные неожиданности, сюрпризы. Ну, для того, чтобы животным было чем заняться. Их, да, лишили наблюдения за людьми. Ну, я надеюсь, они переживают не в том смысле, кто будет приносить еду, а как-то так в целом за человечество. Что касается коллектива парка, я просто хочу понять, как парк работает в режиме самоизоляции, кого отправили, кого нет, насколько на вас распространяются все указы и рекомендации. Ну, в общем, как изменился регламент работы? Ну, постарались, конечно, по максимуму, первое, сократить число сотрудников, которые должны находиться в парке. Сейчас вот этот вот тяжелый налоговый период, скажем так, закончился, ну, период начисления выплаты налогов. Поэтому на сегодня мы готовимся уже эвакуировать или свести до крайне разумного минимума бухгалтерию, экономические службы. Девочки из НПО сидят по домам, ну, научно-просветительского отдела, скажу по-русски, да. И придумывают новые сценарии и новые праздники на послекоронавирусную эпоху. Вот. Конечно, основной состав, основной костяк сотрудников работает и сегодня. Как я рассказывал в предыдущей программе, мы готовимся, в принципе, конечно, к самоизоляции, если ситуация будет ухудшаться уже прямо в зоопарке. Ну, для этого фактически все готово. Тревоги никакой у нас не вызывают эти процессы. Пройдет все в штатном режиме. Ведь главная задача нам и сохранить коллектив, ну, и, скажем так, постараться не донести коронавирус до животных. Это тоже немаловажно. К сожалению, есть такие истории в мире, что животные зарождаются. Еще нет ни одного случая, когда бы человек заразился от животного. Я уж не беру ту пресловутую летучую мышь, бедную, несчастную, которая икается, наверное, теперь. Целыми днями, да. Но случаев передачи от животных к человеку во всех цивилизованных местах, где есть наблюдения, еще пока нет. Животные, к сожалению, похоже, что зарождаются. Заражаются, прежде всего, это кошки. Для кошек. Ну, вот вообще, все, что мы пытаемся следить за этим, говорят, что каких-то очевидных признаков нет, но все возможно, вирус не изучен, могут быть какие-то моменты. Вот вы в парке какие принимаете меры предосторожности? То есть там никак там вообще животных не на руки, никуда, какая-то дистанция? Здесь везде и одно и то же. В любой непонятной ситуации надо начинать бояться и усиливать меры безопасности. Превентивно. На сегодняшний день наш коллектив весь разбит на пятерки. Естественно, усилены все меры, которые и так у нас не очень-то простые в зоопарках. Это дезинфекция одежды, обуви, вплоть до транспортных средств. Личные дезинфекции однозначно усилены. У нас реками льются эти все, как сейчас модно говорить, санитайзеры, да? Еще война не началась, мы уже 150 литров извели, так сказать, на руки. Вот. Приматы, сотрудники все в масках. Кормокухня, сотрудники все в масках, принимают то же самое мясо, те же самые фрукты, овощи. Фрукты, овощи поступили, там уже тройная обработка, потому что вот здесь реально занести к животным, ну, мало ли что, да? Вот. То есть вот эти вот все вещи, мы работаем с опережением, стараемся работать с опережением, и даже если мы закроемся в зоопарке, пусть это никого не пугает, это тоже меры опережения. Пусть мы всех рассмешим, но это намного лучше, да, чем если мы всех расстроим. Как изменилось поведение животных в связи с тем, что вот нет основного, какого-то увлекательного фактора, может быть, раздражающего в виде людей. Они, может, стали больше спать, или наоборот, появилась какая-то активность. Может быть, они скучают и скулят там. Ну, как-то вот интересно, как изменилась стратегия. Есть, есть тревога, есть. Медведи ищут, медведи ничего не понимают, особенно белые медведи. Ну, Анфису с Тихоном вы видели, это правда, это не шутка. Да, да. Там только кому-то там шаги только по коридору, это все носы в стекло, и они смотрят, это же новость какая-то на сегодняшний день. Ну, коридоры, в которых раньше были тысячи людей, а теперь только фантики. Да и фантиков, откровенно говоря, нет, потому что мы прибираемся 8 раз в день в этих самых коридорах. Тоска. Представляете, совершенно обратная ситуация у домашних животных сейчас. Но они уже как-то привыкли, что люди уходят, возвращаются только вечером. Вот сейчас, ну, я по звук оту смотрю, просто полное непонимание. Что вы здесь все делаете? Покиньте территорию скорее. Есть какой-то опыт, я понимаю, что Роев Ручей, это всегда, ну, зоопарки страны, это некое партнерство информационное. Как у них там дела? Как зоопарки страны и мира тоже переживают всю эту историю? Если есть какой-то накопленный опыт, ну, допустим, в Китае там все пошло на спад, обменитесь ли вы какими-то приемами и какими-то стратегиями поведения в этой ситуации непростой? Неделю назад открылся пекинский зоопарк. Очередь там на трое суток вперед, это чтобы дистанционно купить билеты. Хоть, конечно, разумные меры предосторожности сохраняются, люди в основном в масках, держат социальную дистанцию. Зоопарк заработал, люди сразу же пошли в свое любимое место. Наверное, многие ведь и мечтали в коронавирус, да, кто куда сходит сразу на следующий день после войны. Вот хорошо, что многие делают так. В России российские зоопарки, конечно же, общаются. Мы вместе, скажем, ну, и обмениваемся теми средствами и находками, которые есть с профессиональной точки зрения. Ну и как-то пытаемся защитить свои позиции, донести и до власти мущих, что, ну, есть у нас определенные проблемы, которые в идеале не забыть бы нужно, вот, скажем так, когда все начнет уже налаживаться. Может быть, мы не в первом ряду пострадавших, но тем не менее. Ну, тем не менее, я как раз хотел спросить про экономику предприятия. Все-таки вы предприятие коммерческое, и в данный момент без потока посетителей очень серьезное финансовое обрежье. И в этом смысле какие экономические проблемы у парка назревают и могут быть? И есть ли понимание, как вот экономику предприятия возвращают? Ну, наш бюджет наполовину формируется из доходов, так называемой, в небюджетной деятельности. Это в основном, конечно, это доходы от продажи билетов, то есть доходы от наших любимых, уважаемых посетителей. Ну, аренда там, еще что-то, еще что-то. Все, что вы видели в зоопарке, где за что-то нужно воплотить, да. Так или иначе, это все идет на содержание животных. Есть у нас защищенные статьи, то есть это питание и заработная плата где-то 2-3 сотрудников. За эти вещи мы не переживаем, тем более, что, ну, уже подстраховались. Это те же самые продукты питания для животных закуплены на трехмесячный период. Ну, я все-таки надеюсь, что по аналогии с Китаем дольше это не протянется. Надеюсь на самосознание, в том числе и наши горожители. Ну, и мы прям очень сильно хотели бы, чтобы это случилось скорее, имеется в виду, с завершением всей этой истории. Уже появляется статистика, которую можно осмысливать и делать уже выводы. Ну, более того, конечно, на оптимизме я вижу максимум апрель, но умом и как директор зоопарка, и общаясь с китайскими друзьями, я тоже понимаю, как будет развиваться ситуация. Три месяца эти мы должны спокойненько продержаться. Но, естественно, останавливается огромное количество программ, в том числе и связанных с тем же самым улучшением среды обитания животных, с тем же самыми, ну, элементарную игрушку уже ты сейчас не купишь, потому что ты думаешь купить морковку или купить там какой-то там шар для тигра, чтобы он там погонял где-нибудь еще. Вот эти вещи все равно в любом случае приходится резать, и мы понимаем, что, ну, если мы зайдем на май месяц, тогда проблемы, коллекцию мы в любом случае сохраним, коллектив сохраним, но, скорее всего, все иные программы мы просто заморозим. Мы ведь зарабатываем-то 4 месяца в году, и май уже входит в тот самый месяц. То есть это уже бюджет наш начнет отваливаться десятками процентов. Поэтому стараемся предусмотреть все возможные риски, создаем подушки какие-то определенные. Но всем же сейчас непросто, правильно? Это факт. Это факт. И вот хочется поговорить о хорошем финале разговора, потому что, ну, по большому счету, что сейчас нужно? Ну, нужен тот день, когда все закончится. Мы даже среди день небольшой вопрос, что вы сделаете, когда закончится режим самоизоляции, когда, в общем, можно будет все, и разные версии. И вот, по примеру, пекинского зоопарка, когда выстроилась огромная очередь, можно ли сейчас забронировать билетик в роев ручей, ну, чтобы не стоять в очереди, а когда все закончится, ну, быть в числе первых и пойти посматривать? Да, вообще огромное количество наших, ну, видимо, верных посетителей, верных почитателей, друзей наших обращается сейчас, чем вам можно помочь. Вот. Ну, просто вот брать деньги, помочь, и все, да, много кому нужно помощь, да, на сегодняшний день. Поэтому мы вот и сделали, по примеру, некоторых и наших зоопарков, и зарубежных, самую простую и очевидную вещь. Мы просим, если вы хотите нам помочь, купите наши билеты заранее. И встретимся сразу же после коронавируса. Ну, а для того, чтобы, ну, в ответ отблагодарить тех людей, которые готовы помочь нам сейчас, у нас там предусмотрен небольшой сюрпризик, небольшой сувенирчик. Ну, и думаю, что посткоронавирусная какая-то вечеринка или там еще какое-то мероприятие тоже мы с удовольствием проведем. Мы-то, как только все закончится, ведь куда пойдем? Все равно в зоопарк. Потому что эти огромные количество наших почитателей должен же будет кто-то встретить. И дети, главное, скачаются. Где режим онлайн? Как можно, в общем, билет приобрести? Режим онлайн? Ну, увы, из-за особенностей налогообложения мы все-таки вынуждены будем приехать к вам, привезти билет, да, и наши вот все вот эти вот хитрые сюрпризики. Бесконтактно получим денежку. То есть у нас, слава богу, это все налажено. Но, увы, на сегодняшний день пока на сайте мы не можем сделать. Ну, по разным причинам, по объективным причинам расчет. Ну что ж, большое спасибо. Ну, давайте жить тем днем, когда парк откроет. Вообще, вот это будет хорошая примета. Парк открыл дверь, значит, жизнь не наладилась. Все самое хорошее к нам возвращается. Андрей Гурман, директор Грязнярского парка «Флора и фауны Роев Ручей» был у нас в гостях. Привет всем вашим. Мы тоже скучаем. Передайте им, пожалуйста.